Тренировки на голодный желудок или после завтрака? Те, кто делает тренировки утром, постоянно задаются вопросом, а может лучше не завтракать? Сегодня отвечу на вопрос, как надо. Ответ на вопрос будет зависеть от трех вещей. Уровень метаболизма, цель тренировки, тип тренировок. Тренировка после завтрака. Ваша задача – набор мышечной массы или поддержание мышечной массы. Если вы тяжело набираете и легко теряете мышцы, тип тренировки – силовая, высокоинтенсивная, кардио и длительная – более 60 минут. Ограничение, медленный уровень, метаболизма. Вы перепробовали всевозможные диеты и постоянно то набираете, то худеете. У вас низкое давление, диабет или были случаи гипогликемии, резкое падение уровня сахара в крови. Что есть? Протеин, яичные белки, курицу, плюс сложные углеводы, крупы или простые углеводы. С низким гликемическим индексом, например, ягоды, батат или чернослив. Что не надо есть? Жиры, орехи, мясо, авокадо, молочку, творог и простые углеводы с высоким гликемическим индексом сладости. Таким образом, вы получите достаточной энергии для тренировки и не будете сжечь тяжело заработанные мышцы. Или длительное кардио. Тренировка более 60 минут. Тренировка на голодный желудок. Ваша задача – жиросжигание, особенно фицеральный жир, жир вокруг органов. Неважно, похудение или поддержание уровня подкожного жира. Тип тренировки – высокоинтенсивный кардио, не более 30-40 минут. Ограничение – у вас низкое давление, диабет или были случаи гипогликемии, резкое падение уровня сахара в крови. Что есть после? Протеин, яичные белки, курицу, плюс сложные углеводы, крупы. Что не надо кушать? Жиры, орехи, мясо, авокадо, молочку. И простые углеводы с высоким гликемическим индексом. Это сладости. Таким образом, вы запускаете процесс жиросжигания, стимулируете симпатическую нервную систему и выброс адреналина и гормона роста. Другими словами, для жиросжигания комбинируете высокоинтенсивные кардио на голодный желудок и силовые тренировки после завтрака для максимизации результата. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok